Друзья, всем привет! Привет! У нас уже следующий день. Я проснулась, накрасилась, уже немножко подготавливаюсь к съемкам. Слушайте, разрезала я дыню и я кое-что обнаружила. Понятное дело, что это. Я не знаю, где купить нормальную дыню, честно, так хочется, но я ее выброшу. Короче, дыня полностью внутри гнилая, то есть все семена, все волокна вот эти вот, они полностью гнилые. И смотрите, здесь вот такие вот две, я разрезала пополам, видите, да? Два таких круга, ну это был один какой-то комок непонятный. Вот, и я даже догадываюсь, от чего это. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Вот как вы думаете, какое животное, какое насекомое могло бы вот так вот прогрызть ровной дырочкой такой. Понятное дело, что это все оно обколото-наколото, фух, вонь невыносимая, я буду это выбрасывать, к сожалению. Хотела покушать дыньку, но, блин, не буду. Вот так вот колют, и я, кстати, не первый раз это замечаю, вижу, я как-то видела в инстаграме, по-моему, девочка показывала то же самое. Только у нее было еще там, где волокна, где семена, такой комок целый, твердый какой-то штуки. Вот, и, ну, короче, просто неужели не могут дыни расти нормально у нас? Раньше же все было хорошо. У моей бабушки даже такая дубовка зеленая, она уже сладкая. Пусть она будет поменьше размером, но, блин, она будет настоящей. Я решила вот так вот одеться. Они, кстати, позвонили, сказали, можно ли пораньше, чтобы я освободилась пораньше, на полтора часа примерно. Вот, смотрите, как я волосы заложила, прям как короткая стрижка. Ммм, скоро, скоро, скоро. Взяла с собой все, что не очень с Алиэкспресс и очень. То есть тут уже они сказали, чтобы я показала неудачные покупки, но у меня их не так уж и много, потому что каждый раз, когда я заказываю с Алиэкспресс, я очень долго выбираю. Вот, и футболочку взяла, которая написана была, что это хлопок, на самом деле это синтетика. Пример очков взяла. Ну, короче, думаю, получится. Так, я вроде бы готова, сделала такой свой повседневный макияж. Вот, почему я синяя, я не знаю. Фух, вообще какая-то синяя. Очень синяя. Погода у нас пасмурная. Ребята, пока я сейчас пойду там сниматься, они звонят как раз. Посмотрите видео из секонд-хенда, я снимала видео в секонд-хенде, что там сейчас продают. Итак, сейчас я постараюсь озвучить первый раз перед монитором. Накидка. Я решила ее не брать, потому что я уверена, что ни под какую верхнюю одежду я ее просто не надену. С ней очень неудобно. Так что она осталась в магазине. Кофточка милая, розовенькая, приближенная к красному цвет. Очень приятная на ощупь, такая приятная к телу, но, к сожалению, она уже как и поношенная, это видно. Цена для нее, мне кажется, дороговатая. Рубашка голубая, мелкую клеточку. Вы знаете, мне кажется, это какая-то униформа, что ли. Я не знаю. Мне было в ней совсем некомфортно. Такое ощущение, что я сняла с какого-то маленького мальчика и на себя надела. Так что она тоже, к сожалению, осталась в магазине. Сейчас я вот смотрю на нее и думаю, блин, нужно было брать. Эта рубашка мне очень сильно понравилась. Это Zara, конечно же, но она драная. Вы представляете, в Бауле я таких вещей никогда не видела. Это другой магазин, какой-то стайл, не помню. И я очень хотела ее взять, но она была драная. Очень приятная ткань, цена смешная. Кардиган, который просто висит, тоже как-то непонятно, остался в магазине. Плечи просто съезжают, она раскрывается, открывается. Вот эту кофточку я очень жалею, что не взяла, потому что она очень круто на мне сидит. Мне нравится вырез шеи, как горловина сделана. И она очень приятная к телу. Брюки на вид вроде бы неплохие, согласитесь. Но у них безумно некомфортно. Синтетика полнейшая и очень было неудобно их надевать. Чтобы вы понимали, они внизу очень сильно давили, а вверху были такие свободные. Так что они тоже остались в магазине. Ну а это, конечно, вроде бы неплохо со стороны. Как задом повернусь, просто тихий ужас. Обдавила, передавила все у меня эти скини. Так что они тоже остались в магазине. Все, я отснялась. Было все очень быстро. Знаете почему? Потому что я ничего не готовила. У меня была полная импровизация. Так что мы быстро справились. И сейчас я иду пить кофе. У нас тут кофейню открыли. Ну что, друзья, я уже дома. Все круто прошло и очень быстро. Быстрее, чем в первый раз. Во-первых, я уже с Машей, журналистом, со всей командой уже, в принципе, знакома. Было намного проще. Хотя мы снимали на улице, люди ходили вокруг. Но я, честно, не обращала на них внимания, потому что я была занята. Я опять обратила внимание на то, что полная импровизация – это мое. В прошлый раз, когда я ехала на телеканал, они задали вопросы, в письме прислали. Я готовила ответы на эти вопросы, я читала, написала в заметках в телефоне, ехала в транспорте, читала. Вот. А в этот раз я вообще не готовилась. Я просто взяла вот этот товар, который ко мне приехал с Алиэкспресс, просто вышла. Я просто рассказала. Получилось все намного быстрее, без запинок. Все очень круто. Так что я довольна. Девочки, купила я дыню, только возле дороги уже, с рук у женщины. Взяла маленькую. Та большая была на 25, а эта маленькая на 25. Та стоила 8 гривен килограмм, а эта 18 гривен килограмм. И сейчас я, сейчас не знаю, буду ее разрезать или нет, скорее всего, вечером. Но она как-то так воняет, не знаю. Сейчас буду пробовать, скажу вам что-то, да как-то. Ой, друзья, блин, я опять забыла ножницы отдать. Ну, капец какой-то. Я обязательно ей отдам. Если я буду у них на районе, я подъеду к ним и отдам. Ножницы, я понимаю, они стоят 24 гривны, они такие же, как у меня. Но я не могу спокойно спать. Вот реально, я просто так, ну, в спешке, в спешке, все так закончили. Начала собираться, я забыла. Они на дне сумки были, забыла отдать. Сейчас я еду с Крис в торговый центр SkyMall. Крис это тоже блогер. Ее канал оставлю в инфобоксе. Переходите, она очень интересно снимает видео. Она очень интересно все рассказывает. Я с ней дружу уже, в принципе, давно. Она живет вообще рядом через несколько домов. Мы с ней там на кофе встречаемся. Так что, думаю, будет интересно вам тоже посмотреть ее канал. Хочу ей передать вино. Затоки привезла домашнее на гранате. Такое вот вино вкусное. Оно не сильно крепленное. Думаю, ей понравится. Ну и заодно съездим. Она хочет поехать купить себе какую-то толстовку. Я поеду, посмотрю, что там есть. Вот, съездим сейчас в SkyMall. Все, я взяла ей вино в пакетик с альгинатными масками. И так, мы приехали уже в SkyMall. Уже доходим сейчас. Будем тусить. Хочу Юрке джинсы посмотреть. Слушай, я первый раз надела подвеску прикольная. Очень. Да. Канал Крис я оставлю под видео. Заходите к ней в гости. У меня новые губы. А, новые губы. Кстати, она там рассказ... Ты уже рассказала? Она скоро расскажет, как она колола себе губы. В Инстаграме, кстати, у нее там уже есть информация. Какая... Какая... Короче, вы поняли, да. Посты есть уже про губы. Я аж сама задумалась. Я аж сама задумалась. Мы ходим тусим. Сейчас кофе будем в автомате брать. Вот. Только не знаю, если у меня мелкие, по-моему, должны быть. Сейчас мы с вами будем. Ладно, малыха, я тебя угощу кофе. А, у меня есть все. Можно не угощать. Странный автомат. Вообще смачно. Очень хороший автомат. Я в Инстаграме, ей в 4-5 медали, в 5-4 медали, а в 4-5 медали. А Карина у них в 5-5 медали. Как блогеры берут кофе. Смотрите, какой закат красивый. Класс вообще. Мосток видно. Так, я заказала шоколад с молоком. Криса взяла... Красотка какая на камере вообще. Криса взяла... Короче, что ты взяла? Американо? Ирландский виски. А, ирландский... Айреш виски. Айреш виски. Мы сидим здесь, сейчас будем воздухом дышать. Я встретила Юру. Сейчас он меряет джинсы. Короче, у скачи он вообще не воспринимает. Ну, я понимаю, это очень некомфортно, дискомфортно. Сейчас меряет. Мы купили джинсы Юрке, покажи. Довольные дома покажут на себе, как выглядят. Классные. Сейчас зашли, мы хотим перекусить. Какую-то, не знаю, вот пасту взять. Торияки, соус есть. Не знаю, сейчас будем выбирать. Сидим и ждем. Наша очередь как раз готовится. Заказали два комбо-меню. Вот. Я заказала на пробу, боже, лапшу с курицей, по-моему. И там еще какие-то пельмени с говядиной. Юра. Юра, я не знаю, что заказала. Сейчас будем встретить. Я надеюсь, ну, палочками я давно так не кушала. Блин, надеюсь, мимо рта не пронесут. Итак, у меня какие-то жареные пельмени с говядиной, по-моему. Это у нас рисовая лапша, если я не ошибаюсь, с курицей. У Юрия тоже самое. Рисовая лапша и салат какой-то вкусненький. Все. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, ребята, вот эта вот штука, это говядина. Говядина, по-моему, ну, как бы просто пельмень пожаренный. Очень вкусно. Просто безумно вкусно. И вот эта штука тоже вкусная. Я забыла, как она называется. Торияки, лапша с курицей и овощи. Итак, мы уже дома, слушайте, взяли, ну, такие, конечно, стрейчевые, но Юрке нормальные. Ему понравились, как сидят, удобно. Элька, 32-й у него. Очень неплохие цвет. Классические джинсы полностью. И по цене, по цене они стоили, блин, 529 гривен, если я не ошибаюсь. Да, вот. Кому нужно мужчинам джинсы, в LC Вайкике есть хорошие джинсы за дешевую цену. Там есть большие, очень большие размеры. У кого такие крупные мужчины, вообще по 300 гривен. Ева, проверка, обновки. Ну, вот такие вот джинсики. Ничего, неплохие. Не, хорошо сидят, мне нравится. Цвет такой хороший, благородный. Юра, я все равно только твои ноги снимаю. Живот в тени. Мой красавчик. Ну, все, давай, снимай. Юра. Карина идет разрезать дыню. Покажу вам, попробую, скажу, как, нормально или нет. Лучше с рук брать или в супермаркете. Но разница огромная, 8 и 18 гривен, представьте. Это вот, смотрите, какая красивая в разрезе. Ну, наверное, вкусная. Дынька очень вкусная. Я попробовала, конечно, не совсем прям такая сладкая-сладкая. Даже не сладкая. А знаете, вот вкус таких прям духов бывает такая притерная дыня. Искусственная, вот реально как напичканная какая-то. Здесь нет. Нормальная дынька. Хорошая. Как у бабушки моей росли. Я ее так разрезала. Только много не буду, потому что слышала, что на ночь дыня очень тяжелая на желудок. Так что не буду. Ну, все, ребят. Я, как всегда, сажусь за компьютер, монтирую влог. Фух, и не один. Мне два влога нужно смонтировать. Ну, а потом спатушки. Завтра мне нужно пораньше встать, потому что... А, сейчас, кстати, маме надо позвонить. Завтра я еду с мамой и с бабушкой гулять по городу. Я вас всех крепко обнимаю. Не забудьте про лайк. Поддерживайте мои видео. И всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok